Дети победы говорят, никто не забыт и ничто не забыто. Им повезло над головой мирное небо и теплые светлые классы школы. Их сверстникам в 41-м хотелось того же, но детские мечты перечеркнула война. И Московская школа номер 2 современной Пушкинской лицей превратилась в место формирования 2-й краснознаменной стрелковой дивизии. После войны ветераны организовали в школе-музее. Ученики вместе с ветеранами вели раскопки на месте боевых действий, чтобы помнили, какой ценой. Встречаются действительно уникальные вещи. Например, белигийский котелок 1931 года. Как мы выяснили, такие котелки использовались солдатами дивизии СС Данмар, сформированных из добровольцев Дании. В канун праздника Великой Победы к ребятам приехали те, кого с каждым годом становится все меньше. Тогда в роковые-сороковые они не дрогнули и остановили натиск гитлеровцев. Светлана Бабришова – одна из немногих доживших до современности солдат 129-й Орловской стрелковой дивизии. Из этой школы она ушла на фронт. 129-я стрелковая дивизия, вернее, еще не была 129-я, а 2-я московская дивизия народного ополчения занимала в 41-м году район Красная Поляна-Азеретская. Несмотря на превышение численности, превышение техники немецкой армии, она не ушла со своего поста в собранительную. А когда уже до последнего она держала оборону, и ее выделили уже обеспоколенную на пополнение, вот тогда пополнили ее из резерва, и она вошла в действующую армию уже как 129-я стрелковая дивизия. Уже несколько лет подряд КПРФ проводит уроки Знамя Победы в школах по всей стране. Депутаты, историки и комсомольцы рассказывают детям о тех страшных днях и как Советскому Союзу удалось выстоять. Слишком много желающих переписать историю, присвоить победу и придать забвению подвиг советскому народу. Чтобы этого не случилось, память о Великой Отечественной должна жить. 41-й год, фашисты уже под Москвой. Здесь у вас, вот в этом районе, формируется 2-я московская народная добровольческая дивизия. Эта дивизия сразу идет на парад 7 ноября. Из парада почти 30 тысяч войск уходят защищать Москву. Фашисты пригнали к Москве свои лучшие отборные части. Фон Бок командовал этими войсками, недалеко тут Химки. В Химках поднялся на колокольню, посмотрел в бинок и послушайте, что он телеграфировал Гитлеру. Фюрер, до Кремля осталось 17 километров. Дайте две свежие дивизии, и я возьму Москву с ходу. У Гитлера не оказалось двух свежих дивизий. Любое теоретическое знание должно закрепляться на практике. После каждого открытого урока истории ребятам предлагается собственноручно сделать копию знамени Победы. Теперь это знамя по праву займет место в Школьном музее боевой славы. Иван Жушман и Алексей Шеляков, КПРФ ТВ.